Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей в БУ виде, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы поговорим про автомобиль, который разошелся по просторам нашей необъятной родины очень и очень большим тиражом. Причем в данном конкретном случае речь идет скорее о наиболее распространенной праворульной версии этой машины. С левым рулем такие машины у нас продавались в том числе официально, но большого распространения не получили. Машина эта традиционно считается более женским авто, хотя изначально и не позиционировалась так самим производителем. Если вы подбираете себе бюджетную машину в качестве первого транспортного средства и ваш взгляд упал на эту модель, не лишний будет знать, на что обращать внимание при выборе и покупке. Об этом сегодня и поговорим. Встречайте, Nissan March в кузове K12. Nissan March в кузове K12, который в версии для европейского рынка носил другое наименование Nissan Micro, появился в 2002 году. По меркам компакт-класса, это модель-долгожитель конвейера. Он продолжал выпускаться до 2010. Машина прошла через два рестайлинга в 2005 и в 2007 годах. По типу кузовного исполнения эти автомобили могли быть как пятидверными хэтчбеками, что является наиболее распространенной формой кузова, так и, например, трехдверками, которых заметно меньше на вторичном рынке. Гамма двигателей для разных рынков сбыта была своя. На японских вариантах праворульных были следующие варианты бензиновых агрегатов. Это моторы объемом 1,2 литра на 90 лошадиных сил, мотор 1,4 литра на 97 лошадей и двигатель максимальный 1,5 литра на 109 лошадок. Первые два мотора сочетались на японских машинах либо с автоматической четыреступенчатой, либо с механической коробкой передач, если речь шла о приспортивленных версиях. Ну а максимальный двигатель 1,5 литра мог быть только с вариаторной коробкой и при этом только с передним приводом. Машины с младшими двигателями могли комплектоваться опциональной системой EWD, где за подключение задней оси в работу отвечал отдельный электромотор. Наш сегодняшний экземпляр, на примере которого мы будем вести повествование, это машина 2008 года. Рестайлинговый вариант с максимальным полуторалитровым двигателем, вариатором и передним приводом. Nissan March в кузове K12 это машина из тех времен, когда компактные автомобили были действительно компактными. Габаритные размеры кузова, длина 3 метра 73 сантиметра, ширина 1,66 метра, а высота 1,52 метра. Машина при этом очень маневренная, радиус разворота маленький, всего 4,4 метра, а колесная база 2 метра 43 сантиметра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Micro или March, без разницы, это типичная японская машина. Соответственно, разброс показаний для родной краски будет лежать в диапазоне от 80-90 до где-то 130-140 микрон. Однако найти March или Micro в родной заводской краске в настоящее время вам вряд ли удастся. Ну, во всяком случае, это будет очень нелегкой задачей и не совсем понятно, с какой целью себе поставлены. Так что при осмотре понравившегося экземпляра обращайте внимание, по большому счету, на то, чтобы, как говорится, были целые кости. То есть отсутствовали следы ремонта силовых элементов кузова. В том же, что касается коррозии, как ни странно, Nissan March или Micro далеко не самые быстро гниющие автомобили. Однако, все это относилось к тем временам, когда машинки были 2, 3, 4, 5 летними. В настоящий момент, с поправкой на то, что машина могла перенести в свою жизнь какие-то кузовные ремонты, непонятно кем и как произведенные, в обязательном порядке, понравившийся экземпляр загоняйте на подъемник. И, как минимум, обращайте пристальное внимание на состояние днища и порогов. В данном случае, определяющим фактором будет уже скорее возраст. Что касается салона Nissan Micro, который оказывается на проверку не столь уж компактным, как можно подумать, глядя на автомобиль снаружи, то первое, что стоит отметить, это достаточно неплохую износостойкость материалов. Даже на возрастных автомобилях с большим пробегом салон, как правило, сохраняет весьма пристойный вид. Что касается компоновки дизайна и элементов управления, здесь, условно говоря, сборная солянка того, что ставил Nissan в свои автомобили в те годы. Здесь и климат-контроль от Nissan Note Tiida, здесь и характерная плоская выштамповка на приборной панели, наподобие того, как это выглядело, например, на Nissan Murano в кузове Z50. И селектор коробки передач, который также можно видеть на очень большом количестве моделей Nissan. При этом, по части бортового электрооборудования и вообще того, что есть в салоне, Micro или March – это очень и очень несложный автомобиль. По большому счету, из характерных проблем для данных машинок можно было выделить только проблему со стеклоподъемниками, а также, как и на большинстве возрастных машин, которые вы будете смотреть, проверяйте на всякий пожарный работу климатической установки, чтобы после покупки автомобиля, как минимум, не попасть на замену визжащего вентилятора печки. Ну а теперь про агрегаты под капотом К12 Марчика. Если вы смотрите подобную машину в версии для японского рынка, то выбор ваш сведется к покупке машины с одним из трех, ну или трех с половиной, скажем так, агрегатов. Первый, младший по объему двигатель, носит наименование CR12DE. Это рядная четверка. Компания Nissan не ставила под капот компактных автомобилей трехцилиндровые двигатели. Так вот, это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров, двумя верхним распредвалами, 16-ю клапанами, цепным приводом ГРМ и самым обыкновенным распределенным впрыском топлива. Из элементов, усложняющих конструкцию, компания Nissan применила на этом двигателе EGR и фазовращатель на впускном распредвалу. Вариантов форсировки этого двигателя было всего 2, 90 и 110 лошадей. Правда, последний сочетался только с механической коробкой на приспортивленных версиях Марча. Этот двигатель достаточно экономичный, очень распространенный. Ставился он просто на огромное количество автомобилей и моделей, в том числе, например, на Wingroad, на AD и много еще куда. Объем заправляемого масла всего 3,4 литра, что опять же позволяет экономить на ТО. Сам по себе мотор получился достаточно неплохой, и не сказать, что особо проблемный, хотя бы в силу своей конструктивной простоты. Но выбирая подобную машину в поддержанном виде, следует обратить внимание на три основных момента. Первый – это цепь ГРМ. На автомобилях с этим двигателем были случаи, когда цепь подвытягивалась на большом пробеге. Большом – это уже сильно ближе к 200 тысячам километров. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля обращайте внимание на отсутствие посторонних звуков при запуске и работе мотора со стороны механизма ГРМ, дабы после покупки сразу не отправляться в автосервис на замену цепи. Второй момент – осматривая автомобиль сверху и снизу с подъемника, обратите внимание на то, чтобы стык головки блока цилиндров и самого блока был сухим. Встречались на моторах 1,2 и случаи, когда пробивало прокладку головки блока цилиндров. Ну и третья проблема связана с расходом масла на угар. Как правило, происходит это уже на достаточно больших пробегах за 200 тысяч километров, и чаще с этим делом могут столкнуться люди, кто очень редко меняет моторное масло, либо заливает откровенную некондицию. Причина масложора – это не износ цилиндропоршневой группы, а скорее залегание колец, чему, кстати, в немалой степени способствует также и перегрев мотора, поэтому за температурным режимом следует смотреть внимательно. Сам производитель заявлял ресурс этого двигателя – порядка 200 тысяч километров пробега, но на практике встречаются марчи, которые проехали и гораздо большие пробеги без замены агрегата. Все то же самое касается и следующего по объему двигателя – CR14DE. Конструктивно эти моторы идентичны, разница в рабочем объеме, соответственно и все проблемы и рекомендации по этому двигателю будут такими же. Ну а вершина моторной гаммы, как в нашем случае, это HR15DE. Рядная четверка с алюминиевым блоком, также с цепным ГРМом, распределенным впрыском топлива, двумя распредвалами и фазовращателем на впуске. Мощности 109 лошадиных сил для маленького и легкого марча хватает с избытком. Несмотря на то, что двигатель относится к другой серии, по большому счету рекомендации все те же. При осмотре обращайте внимание на отсутствие большого количества кокса внутри. Также проверьте автомобиль на дымность и послушайте на предмет отсутствия посторонних звуков со стороны цепей ГРМ. Здесь они также выхаживают порядка 200 тысяч километров, после чего, возможно, понадобится замена. Также нередко владельцев машин с подобными двигателями беспокоит, например, шум со стороны навесного оборудования. Как правило, проблема в ремне либо роликах. Но сильно критичным ее не назвать. В заботливых руках при правильном уходе HR15DE отходит свыше 300 тысяч километров. Причем в некоторых случаях даже значительно свыше. Поэтому с точки зрения соотношения мощность-ресурс, это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Если говорить про моторы на леворульных вариантах, то есть на Nissan Micro, по большому счету двигатели там стояли все тех же серий. Но выдавали либо другую мощность для 1.2 и 1.4, это 80 и 88 лошадей, соответственно. Либо в случае со старшим двигателем в моторной гамме имели другой объем. HR16DE, опять же, от полуторалитрового варианта отличается крайне незначительно. И выдавал он, кстати, всего 110 лошадей. То есть различий по мощности в максимальных версиях практически не было. Также на европейские версии Micro мог ставиться дизель. Это реношный мотор К9К объемом полтора литра. Сам по себе достаточно неплохой в плане надежности, но по большому счету бессмысленный при покупке на вторичном рынке. Во-первых, дизельные машины, изначально ввозимые из Европы, имели, как правило, очень большие пробеги. Ну а во-вторых, экономия на дистопливе в случае с этими автомобилями явно не будет такой, чтобы перекрыть возможные затраты на ремонт топливной аппаратуры. Чего на бензиновых моторах не случится никогда. Кстати говоря, бензиновые двигатели на Nissan Micro или March не имеют гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Поэтому в особо запущенных случаях на больших пробегах может понадобиться регулировка путем подбора толкателей. Однако для большинства владельцев праворульных автомобилей проще будет не заморачиваться, а просто купить контрактный агрегат, когда подойдет срок. Что касается коробок передач на Nissan March или Micro, то здесь могли устанавливаться три варианта. Самый распространенный вариант КПП для автомобилей с двигателями 1.2 либо 1.4 литра, это обычный классический автомат. Его маркировка RE4F03A, производитель Jatka. Это обычная классическая старинная четырехступенчатая трансмиссия, чей ресурс по нынешним меркам можно назвать абсолютно запредельным. Эти коробки способны отрабатывать далеко за 300 тысяч километров пробега. По большому счету на этих автомобилях трансмиссия агрегатировалась с такими двигателями, которые в принципе были не способны эту коробку прикончить. Добить эту трансмиссию можно только соответствующей эксплуатации. Коробка требует замены рабочей жидкости раз в 70 тысяч километров пробега. В противном случае, если на автомобиле не меняли масло в коробке никогда, велик риск как раз таки попасть на ремонт гидроблока. Ну а в запущенных случаях забитые каналы и нарушенная схема управления всей трансмиссией в конце концов потянет за собой и механическую часть. Если же продукты износа фрикционов из коробки все же удаляются со сменой рабочей жидкости и сменой фильтров, то и служить эта трансмиссия будет очень и очень долго. Что касается пятиступенчатой механики, которая устанавливалась на некоторые версии данных автомобилей, то с ней тоже по большому счету проблем-то и нет. Даже сцепление на этих маленьких и легких машинах у человека, который хоть маломальски умеет обращаться с третьей педалью, прослужит порядка 150 тысяч километров до замены. Ну и третья разновидность коробки для данных автомобилей это вариатор, который устанавливался, например, как в нашем случае на полуторалитровые японские версии. Эта коробка носит маркировку JF009E. Вариатор достаточно старый, производился он с 2002 по 2014 год и устанавливалась она всю линейку моделей Nissan с двигателями объемом до 1,8 литра. Трансмиссия эта достаточно изученная в плане конструкции и болячек. Основные проблемы вариатора, так же как и автомата, в основном проистекают из редкой замены рабочей жидкости и, соответственно, загрязнение гидроблока, каналов и соленоидов продуктами износа. Среди основных элементов, которые отправлялись на ремонт по части данных коробок, это непосредственно шаговый двигатель степ-мотор, было дело, когда владельцы убивали ремень, чрезмерно ретивой эксплуатацией автомобиля, ну и вышеупомянутый гидроблок, который способен добить редкая замена рабочей жидкости. В целом же, с учетом немаленьких пробегов подобных автомобилей и их возраста, к диагностике вариаторной коробки при покупке такой машины следует подойти со всей ответственностью и крайне желательно предварительно показать машину на профильный сервис. Это если сам тест-драйв не выявит явных проблем в работе коробки. Но если вам повезло и вы купили вариаторный марч в исправном состоянии, смена рабочей жидкости раз в 40 тысяч километров пробега с фильтром спасет вашу коробку от преждевременной замены на контракт. И в этом случае вы также можете рассчитывать на пробег порядка 200-250 тысяч до ремонта. Что касается подвески Nissan Mars кузовика 12, то в данном случае никаких откровений в плане конструктива здесь нет. Спереди у нас используется MacPherson, ну а задняя подвеска зависимая или проще говоря обычная балка. Нижние шары у нас в данном случае неразъемные с рычагом. Рулевая рейка электрическая, причем достаточно неплохая по ресурсу на самом деле. То есть на относительно небольших пробегах голову своим владельцам она не грела. Понятно, что с поправкой на то, что в большинстве подобных автомобилей пробег уже давным-давно перевалил за 200 тысяч плюс, проверяйте рейку на предмет отсутствия люфта обязательно. Так же, как и электроусилитель на исправность его работы. При осмотре автомобиля снизу обязательно проверьте агрегаты на предмет отсутствия течи масла. Как уже упоминалось в разговоре про двигатель, особое внимание на то, чтобы стык головки блока цилиндров и самого блока был без следов масляной течи. Как и на большинстве мотора с цепным приводом ГРМ, по стыку лобовины и самого двигателя может присутствовать запотевание. Самое главное, чтобы там опять же не бежало ручьем. Ну и традиционно стык мотора и двигателя, как коренной сальник, так и сальник гидротрансформатора, могут подтекать и вот этого момента быть не должно. В противном случае замена этих сальников может быть небюджетно относительно самого автомобиля, ввиду необходимости демонтажа коробки передач. Также при осмотре автомобиля снизу обратите внимание на то, чтобы не текли сальники приводов и были целые все резиновые пыльники. В данном случае, кстати говоря, пыльник левого шруса у нас порван и отправится на замену. При осмотре и потом в процессе эксплуатации автомобиля помните о том, что клиренс у этой машины не самая сильная сторона. Максимальное значение дорожного просвета для этих автомобилей это 150 мм. под нижней точкой. А если вы смотрите машину, у которой сохранилась еще родная спортивная подвеска, например, вариант с механической коробкой передач, то у таких автомобилей клиренс может быть и 130 и 120 мм. То есть они по факту еще ниже. По задней подвеске особо говорить не о чем. Два сайлентблока балки и две втулки на амортизаторах. Какой-либо повышенной хлипкостью амортизаторы, либо пружины здесь тоже не отличаются. Все это ходит достаточно долго. И в принципе единственным расходником, могущим потребовать замены на пробегах до 100 тысяч километров, когда эти машины были еще новыми, можно было назвать только компоненты стабилизатора поперечной устойчивости. В любом случае, даже на поддержанной машине, которая пережила уже не один ремонт ходовой части, самих этих элементов здесь не настолько много, чтобы ремонт ходовки Nissan March либо Micro влетел вам в серьезную копейку. Ну а теперь выводы по К12 March как по модели в целом. Машина получилась на самом деле очень и очень надежная. Это касается как двигателей, так и коробок передач с подвеской. Плюс ко всему, это один из немногих компактных автомобилей, которые можно найти относительно свежего 2009-2010 года выпуска. При этом машина будет на обычном классическом автомате, если говорить про версии с 1.2 и 1.4. Модель очень распространенная на вторичке, дефицита запасных частей к ним не наблюдается, и вряд ли мы будем наблюдать его в ближайшее время, поскольку основные узлы и агрегаты машина делит с многими другими моделями концерна. Ну и как сам автомобиль, машинка очень удобна для городской эксплуатации. Плюс, если речь идет про версию с двигателем 1.5 литра, она может быть еще и интересной на ходу. Так что, если вас не смущает внешность этого автомобиля, то по большому счету противопоказаний к покупке-то и нет. Берите. Самый основной момент при покупке найти себе марч с живым кузовом. Остальное чинится, причем достаточно недорого. На этом наш обзор подошел к концу. Если у вас был или есть до сих пор Nissan March или Micro в этом кузове, и вам есть с чем нас поправить и чем нас дополнить, обязательно укажите все это в комментариях. Людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня и до новых встреч на канале. Пока.